добрый день дорогие друзья всем добрый добрый день самый отличный день почему да потому что сегодня я хочу вам рассказать об этом прекрасном цветущем растении называется этот цветок вы наверное знаете прекрасно называется этот цветок цикламен а еще конкретнее это цикламен персидский лебедь и как вы сами видите равных ему по красоте наверное нет видите как он густо-густо цветет я бы его назвала в этом году символом наступающего 2022 года и пусть все сбудется и будет таким цветущим пышным и красивым в этом году пусть идут невзгоды и останется с вами красота красота и наше восхищение этим миром ну что хочу поделиться до радостью декабрь месяц у нас нет снега вам наверное видно это за окошком что снега нет но зато цветет мой прекрасный добрый друг мой цветок цикламен видите какой это красота его цветочки напоминают кувшинчики которые наклонились вот так и лепестки он поднял к верху как бы присобрав их немножечко а еще они похожи на стаю бабочек которые порхают над над ажурной зеленью у цикламена очень красивая зелень посмотрите какие у него резные по краешку волнистые листья которые напоминают ажурный платок который когда-то вязала моя мамочка мы жили в оренбуржье и она вязала изумительной красоты пуховые платки и она подрабатывала на этом что и говорить отработав тяжелую смену на заводе она вязала почти можно сказать ночами вязала и продав потом на базаре выходной день платок она отсылала деньги мне чтобы я могла учиться в университете в другом городе конкретно в саратове я училась и вот видите какой это восхитительный цветок который мне вдруг напомнил мамины ажурные платки и ее подвиг когда она нас поднимала и учила такая-то самоотвешенность материнская что сказать про этот цветок он конечно легендарный цикламент связывают с именем царя целом соломона именно царь соломон когда искал какой формы ему сделать собственную корону он очень долго бродил по своему цветнику выбирает цветок который бы стал бы символом его короны чтобы был похож на будущую корону но он ничего не мог найти когда солнце поднялось достаточно высоко он решил зайти в лес вошел в него пошел дальше по тропинке и и вдруг под деревьями увидел скромные цветы которые возвышались над красивой зеленью и стелились по земле ковром он увидел этот цветок и моментально в него влюбился да это был именно цикламент это был скромный лесной цветок и в то же время очень красивый и достойный когда цикламент поднимает свой цветонос видите сам цветочек смотрит вниз и когда он распускается лепестки поднимаются кверху образуя вот своеобразную такую шапочку и по этому типу соломон сделал свою корону а почему он выбрал этот цветок он увидел скромно склоненную головку цикламена и сказал именно таким должен быть настоящий мудрый правитель он должен править с умом и никогда не сознаваться с умом мудро таким и был царь соломон таким мы его знаем таков наш цветок первый раз я с цветком познакомилась когда мне моя добрая знакомая раиса шагировна ректор тогда института технологии и бизнеса находки сказала что ее самый любимый цветок цикламент и вот на 8 марта я нашла по тем временам это был очень редкий цветок я его нашла купила принесла и подарила ей и когда этот цветок зимой начал цвести и я пришла к ней в кабинет забежала переговорить там о делах вот то я увидела так нежно цветет этот цветок меня это зрелище потрясло потому что когда я его покупала у него были просто зеленые листья а зимой он расцвел и мои цикламены они начинают цвести именно зимой а потом продолжает цвести все долгое время весна и летом только делают перерыв когда наступает уже жара жаркие дни становится жарко и цикламенчик приостанавливает свое цветение он отдыхает набирается сил а зимой снова зацветает поэтому это единственный цветок о котором я зимой не беспокоюсь он стоит на подоконнике здесь правда батарея которую я тепло немножко отсекаю от подоконника видите и установлен он на высокий пьедестал чтобы корни не променза не промерзали слишком иначе могут загнить поэтому когда вы сажаете цикламен земля должна хорошо дренироваться снизу чтобы всегда поступал свежий воздух и корни бы не загнивали вот такая история у этого цикламена персидский этот цикламен я вырастила из семян было всего лишь пять семечек в пакетике это из них взошло только два и из этих двух выжил один но зато смотрите какой он красавец ему уже наверно лет 7 да и с каждым годом он становится только краше и краше я ему покупаю больший горшок для того чтобы он чувствовал себя свободно так что вот этой емкости ему пока достаточно по моему это полутора литровая емкость или даже уже двухлитровая вот красавчик цикламен персидский смотрите как он удивительно смотрится рядом с женским лицом и если вы желаете сделать кому-то подарок наверное более дорогого подарка и красивого шикарного для женщины нельзя и придумать тем более что вы дарите живые цветы которые будут радовать вашу возлюбленную на протяжении долгих лет а еще у меня есть цикламен вот такой красавчик он только начинает цвести его сезон цветения также начинается и он будет цвести шапочно также как и цикламен персидский цикламен персидский шикарен а этот изумителен потому что он имеет темно-фиолетовую окраску а вы знаете что цикламен эзотерический это тот цветок который спасает вас от колдовства от порчи и так далее и тому подобное кто бы не попал ваш дом ваш дом ваши домочадцы все кто его любит и за ним ухаживают они находятся под защитой цикламена вот такой это удивительный цветок а еще я хочу сказать что он обладает лекарственными свойствами потому что растет он от клубня и если этот клубень разрезать выжать из него сок то вы можете вылечить самые застарелые гаймориты фронтиты но предупреждаю вас используйте показания фитотерапевта к этому а у меня даже был недавно случай приходила женщина и приобрела у меня колонхоиде гремона живородящий а колонхоиде гремона тоже используется для лечения насморка особенно у деток вот она сказала что лекарствами не может вылечить а вот колонхоиде неизменно помогал но мы с ней поговорили о том как применять колонхоиде гремона если вы посмотрите у меня на канале то вы найдете сведения как исцелиться от насморка а также ссылочка на мой дополнительный канал по добру по здорову где я публикую советы по самоисцелению вот дорогие друзья такой этот уникальный цветок и если вам понравилось мое видео понравились мои цветочки ставьте лайк подписывайтесь на мой канал я это делаю для вас совершенно бескорыстно хотя каналы существуют в некоторой степени на рекламе друзья мои эти видео они ничем не окупаются никакой рекламы поэтому хорошего вам настроения доброго здоровья оставайтесь на моем канале а с вами была его постоянная ведущая диана саменко всем пока а а